Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Четыре года колонии строгого режима получил в прошлом главный антикоррупционер края за коррупцию. Должников ловят на парковке. Спецоперация судебных приставов. В Новоболтайске открыли памятники героям Отечества. Деньги на это собирали сами жители. В прошлом главный алтайский антикоррупционер Вадим Надводский получил реальный тюремный срок в четыре года колонии строгого режима. Такое решение суд вынес в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого МВД. Напомним, больше года назад его арестовали по подозрению в получении особо крупной взятки. Как удалось доказать следствию, с 2016 по 2018 годы он получил от одного из барнаульских бизнесменов взятки на общую сумму почти 13 миллионов рублей. Это была плата из-за прекращения проверок предприятий, которые возглавляет бизнесмен. Во время следствия Надводский признал себя виновным в получении денег. Теперь, наряду со сроком в колонии, он должен будет выплатить штраф почти 26 миллионов рублей. Белокуриха-2 может привлечь международных инвесторов. Об этом заявили участники инвестиционного форума, который прошел в туристическом кластере в выходные. В ближайшие годы там планируют строительство газа и водоснабжения. Через полгода запуск первой гостиницы. Чем еще планируют наполнить Белокуриху-2? Расскажем далее. Белокуриха-2 способна привлекать крупных инвесторов. Нужно лишь заинтересовать их. Это разговор уже не краевого масштаба, а федерального. В выходные в Белокурихе прошел инвестфорум с участием алтайских и московских чиновников и бизнесменов. Их любопытства на Алтае подкрепляют реальными планами развития курортно-рекреационного комплекса. В 2020 году предполагаем сдать сети газоснабжения и начать, предположительно, закончив в начале уже 2021 года, сети водоснабжения. Главные планы на Белокуриху-2 строят партивные федерации. Здесь уже есть несколько трасс для горнолыжников и сноубордистов. В будущем зону катания собираются расширить от горы Мишиной до Глухариной. И уже обдумывают строительство большого спорткомплекса. Причем обсуждать это планируют с федеральными игроками, так как пользоваться Белокурихой будет не только Алтай. Либо это будет лыжно-биатлонный комплекс с какой-то дополнительной инфраструктурой, либо это будет все же биатлонный комплекс и с другими видами спорта. То есть нам бы хотелось, чтобы со всеми видами спорта были проведены такие переговорные сессии на федеральном уровне. Кстати, об устройствах канатных дорог уже заинтересована крупная компания, на счету которой объекты в Сочинской Красной Поляне, в Кемеровском Шерегеше и еще нескольких десятков городов страны. Здесь можно совместить не только горнолыжный отдых, но и лечение. Можно совместить также, допустим, просто какие-то семейный отдых. И самое главное, что здесь можно приезжать сюда круглый год. То есть не только на горнолыжную, на каталку, но и сюда можно приезжать летом. Смотровые очень хорошие перспективы, то есть теренкуры и все прочее. Ну и в первую очередь, конечно, это горнолыжный спорт. Участники форума подчеркнули, дорожные карты нужно составить в ближайшее время, а затем составлять предложения инвесторам. Привлечение сюда инвестиций не просто российских, а зарубежных. Потому что такие проекты масштабные должны инвестироваться международным инвестиционным сообществом. А международные инвестиционные сообщества – это люди очень внимательные. Они очень четко разбираются в том, где деньги не будут потеряны. Это первый важный момент. И второй, где они будут умножаться. Чтобы умножались, нужны условия. А условия только одно – потребитель. Главные потребители уже известны – спортсмены и туристы. Привлекать их будет проще с июня следующего года, когда в Белокурихе-2 построят первую гостиницу. А в ближайшие годы – дороги до горы Мишина и Глухариное. Илья Кочетков, Анастасия Дороган. День с толком. В немецком Ганновере состоялась одна из крупнейших мировых сельскохозяйственных выставок «Агротехника-2019». В ней участвовало и алтайское предприятие. Компания «Нартек» представила зарубежному покупателю свою линейку шин, среди которых особым вниманием пользовались крупногабаритные. Ведущие производители техники и комплектующих знакомили гостей выставки со своей продукцией в течение недели. Экспозиция вместила 2900 экспонатов из 140 стран, а побывали на ней за время работы около полумиллиона человек со всего мира. На стенде «Нартек» прошли переговоры как с участниками, так и с посетителями выставки из Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, стран бывшего СНГ, а также из Индии и Австралии. Представители телекомпании отмечают участие в подобных мероприятиях, открывают новые перспективы для развития расширения географии поставок, а значит и об увеличении объемов производства. Барнаульцы могут высказаться на предмет того, как должны преобразиться общественные территории, которые в этом году выбрали в ходе интернет-голосования. Напомним, лидерами в списке на благоустройство в 2020 году стали парк «Изумрудный», Митюлинская роща и зеленая зона на пересечении улиц Усково и Взлетный. Правда, предложения от горожан будут принимать только по двум территориям. Концепции развития «Изумрудного» займутся на уровне края. Опрос уже проводится на официальном сайте города. Вот так он выглядит. В ходе опроса будут учитывать полвозраст голосующего и то, чем они занимаются. Ну а вот, что хотят узнать. Какие виды зеленых насаждений применять, какие цветовые решения, какие функциональные нагрузки хотелось бы видеть на данных территориях. Это сделано для того, чтобы учесть мнение, конечно же, всех горожан. Поучаствовать в опросе можно до 20 декабря. Далее все мнения будут систематизированы и отданы подрядчику для разработки проектно-сметной документации. В мэрии рассчитывают на ответственных исполнителей, которые смогут воплотить на практике предложения барнаульцев. К другим темам на парковке торгового центра прошло мероприятие «Должник». В такой неформальной обстановке взыскивают долги с людей, которые вовремя не заплатили по счетам или пытаются скрыться. Как проходила операция, охотно ли должники открывали кошельки, увидите прямо сейчас. У вас задолженность по налогам. А у вас, знаете, полное отсутствие, наверное, представления о своей службе. Ну, поясните. Ну, вы мне тоже поясните, что поясните. Будем арестовывать данный автомобиль. Рандеву с судебными приставами, да еще и с телекамерой, эта пара явно не ждала. Семья вовремя не оплатила налоги, накапала свыше 30 тысяч рублей. Судебный пристав потребовал заплатить на месте. Технодолжникам такой ультиматум не понравился. Да и камера тоже. А разберите, пожалуйста, камеру. Сейчас закрою двери, закрою машину. Это мои, сейчас вот здесь стоят собственные. Вы что, вы что у нас в поле за 32 тысячи? Вы что, с ума сошли, что ли? От глаз телекамеры должники попробовали скрыться, так же, как и от налогов. Может, это как-то его, что-то отойдет. Это операция «Должник». Судебные приставы взыскивают долги принудительно. В данном случае на машину наложили арест. Погасить долг владелец должен в течение пяти дней. В противном случае «Ласточку» продадут. Вот, кстати, как должников вычисляют. Через приложение «Мобильный розыск» приставы смотрят, числится ли хозяин авто в должниках. Если да, то его приглашают спуститься на теплый прием. Водитель автомобиля «Тойота» номер 674 срочно подойти к своей машине. Этот горожанин, к слову, забыл добровольно оплатить штраф. Он нарушил правила ПДД. Теперь взимают принудительно. И подойди сюда, деньги надо оплатить штраф. 790 рублей. Ну что это такое-то? Ну нормально, что ли? Ну вот, б***ь, б***ь. Что же спорить? Судебные приставы. Мы ни в чем не верим. У вас задолжены за штраф? Значит, мы не знали. А если у меня не просрочены? Как не просрочены? Производство возбуждено в октябре месяце. Вы уже еще тысячу из полсбора, в принципе, должны. Мы пока про него молчим. Со скандалом на штраф оплатили. Судебные приставы отмечают, что этот год богат на должников. Было заведено 50 тысяч дел. Большинство долги заплатили. Осталось еще свыше 12 тысяч. Очень много должников по кредитным платежам. Большое количество должников по налоговым платежам. Очень много должников, которые не платят коммунальные платежи. Платежи в пользу топливно-энергетического комплекса. Штрафы. Выходим с положения разными способами. Путем уговоров, путем изъятия. Так сказать, принудительно. Судебные приставы призывают не доводить до принудительного взыскания и не портить себе настроение. Оплатить долги можно добровольно на сайте Федеральной службы судебных приставов. А также в банках, как наличными, так и по терминалу. Оплачивать, кстати, можно частями. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. Восстановили сообща. Так можно сказать о бюстах героям Советского Союза, уроженцам Новоалтайском. Сегодня, после реконструкции, в парке Григорьева торжественно открыли скульптурную группу героев. На чьи средства удалось реализовать задуманное и все ли памятники и захоронения в крае, получается, своевременно восстанавливать, расскажем далее. В местном парке трио бюстов героям Землянову, Григорьеву и Чернову появилось еще в 2005 году. Тогда они были из бетона. Со временем стали разрушаться. Инициатива сбора средств на реставрацию из более долговечных и качественных материалов возникла у местных ветеранов. Бросили клич по всему Новоалтайску. К 9 мая удалось отреставрировать и открыть бюст Андрею Землянову. Собрались 150 тысяч рублей. И вот сегодня еще двум героям. Скажите, а вот самая такая, может быть, небольшая сумма, но любая же сумма была важна? Ну, 500 рублей. 500 рублей, да. Это небольшая сумма. Или 100 рублей, да, которые могли пенсионеры как бы с небольшим достатком пожертвовать. Жертвовали ради сохранения памяти, чтобы сегодняшние школьники и их родители смогли восполнить тот пробел, который, по словам Веры Егоровой, в свое время образовался из-за невозможности говорить все открыто и честно о Великой Отечественной, о ее героях. В наше время не хватает таких героев. И если мы будем помнить и передавать эту память с поколения в поколение, то в любой ситуации наша страна сможет постоять. Кстати, последние несколько лет, по словам экспертов, захоронением ветеранов и памятником героев оказывают должное внимание, а не наоборот, как считают многие. Причина – расцвет волонтерского движения, несколько краевых программ и федеральная, куда мы попали недавно. И суммы на содержание памятников и захоронений заложены там приличные, тем более ценны частные пожертвования. Это здорово, когда общество инициирует такие вещи. Просто как общественник, поисковик, как доброволец во всех смыслах этого слова, я хорошо знаю, как это важно самому что-то сделать. Просто тогда приходит понимание, как это на самом деле непросто, а скольких усилий это требует. По словам Дмитрия Вейна, он рад, что сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, появился еще один повод напомнить об этой важной теме – сохранении памятников героев и ветеранов войны и их своевременной реконструкции. Кстати, новоалтайцы планируют отреставрировать и бюст героини труда, который находится здесь же, в парке Григорьева. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком. Телеканал «Толк» и программа о животных «Ко мне» запускает новогоднюю акцию «Помощники Санты». Мы решили помочь подопечным частного приюта «Бусинка» и собрать корм и средства на его закупку. Подробности у автора программы «Ко мне» Полины Ждановой. Мякиш живет у нас уже три года. Попал он к нам зимой. Его подбросили вместе с его отцом, так мы понимаем, к подъезду. Мякиш решил со своих учеб. Он уже не молодой кот, ему порядка семи лет. Но он такой прям хороший и ласковый, ручной и совершенно не компликтный. Но пока, к сожалению, из-за, может быть, возраста или из-за количества его шерсти шикарной, к нему еще никто не пришел. Подобных историй в приютах для животных сотни. Они похожи друг на друга, но в то же время всегда различаются, как и питомцы. По внешности, характеру, состоянию здоровья. Каждого котика и песика жалко по-своему, но не все готовы им помогать. Частных приютов в городе становится все больше, а количество их обитателей неуклонно растет. Между тем, не каждый приют может рассчитывать на поддержку государства. Животных нужно кормить, лечить и создавать им необходимые условия. Мы решили сделать одному из таких приютов в подарок, приюту Бусинка, и запустили новогоднюю акцию на сбор корма для всех вот этих четвероногих. Бусинка – молодой приют. Существует второй год. За это время там поселилось 400 кошек и 38 собак. Они живут за счет личных средств волонтеров и благотворительных сборов. На содержание животных уходит 2,5 тонны наполнителя для лотков в месяц, больше 17 килограммов корма в неделю, а еще расходные материалы, моющие средства и услуги ветеринара. И на все это нужны деньги, а при таком большом количестве животных бюджет ограничен. Ветеринарные услуги в основном – это вот как только кошка прибывает, естественно, это большой расход. Это мы делаем тесты на хронические вирусные инфекции, это стерилизация, это прививки, ну то есть это сразу очень много денег. Потом уже, если кошка в принципе здорова, у нее нет никаких хронических заболеваний или проблем, то в основном все уходит на корм. Как накормить подопечных приюта Бусинка? Приносите корм для кошек и собак в нашу редакцию по адресу улица Короленко, 51. Приветствуется марка Роял Канин, но питомцы не откажутся и от другой. Также в кофейнях города есть акционный кофе. Средства с его покупки также пойдут на еду. Акция продлится до 27 декабря, но лучшим подарком для приютского питомца неизменно остается возможность найти своего человека. Полина Жданова, Николай Шилко, День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова